Здравствуйте, меня зовут Константин. В этом видео мы разберем, как самостоятельно сделать замер, чтобы были учтены все нюансы и была возможность сделать заказ без дополнительных уточнений. В первую очередь нам нужен план помещения. В качестве плана может подойти план BTI или дизайн-проект, отображающий реальные стены объекта. Если плана помещения нет, можно самостоятельно его построить в специальном рекомендованном компании бланке эскиз помещений. Рассмотрим вариант, когда плана объекта нет и мы будем наносить помещение на бланк. Основное правило, все размеры и масштабы должны быть приблизительны. Перед тем, как нанести план на бланк, пройдите по объекту для понимания габаритов. Отрисовываем первое помещение со всеми проемами. Проемы оставляем пустыми. Толщину стен не отображаем. Далее слева отхода на объект и по часовой стрелке отрисовываем остальные помещения. Подписываем наименование каждого из помещений. У нас получился приблизительный план объекта. Далее рядом с проемами указываем положение выключателей. Если на расстоянии менее 15 сантиметров от проема находится примыкающая стена, замерьте это расстояние и отметьте на бланке, как показано на видео. Теперь размещаем открывание дверей. Есть несколько несложных правил по выбору открывания. Первое правило. Двери открываются в помещении с большей площадью. Так, дверь принята открывать в комнату из коридора, чтобы не блокировать движение по коридору, либо из санузла в коридор, чтобы не занимать лишнее место в небольшом помещении. Второе правило. При открывании дверь не должна перекрывать выход из соседнего помещения, чтобы не блокировать движение. Третье правило. Ручка двери должна находиться со стороны выключателя. Так действительно удобнее пользоваться дверью. В противном случае вам необходимо будет обходить дверь, чтобы пользоваться выключателем. Четвертое правило. Дверь должна открываться на ближайшую перпендикулярную стену. И пятое правило. Дверь должна открываться в противоположную от окна сторону. Мы советуем придерживаться этих правил, но в некоторых случаях ими можно пренебречь. В итоге у нас появилась планировка с положением выключателей и пожеланием по открыванию дверей. В шапке бланка заполняем адрес, фамилию, имя, отчество и контактные данные. Теперь нам нужно зафиксировать размеры и особенности каждого конкретного проема. Для этого используем бланк замера. Начинаем заполнение с первого слева проема. В нашем случае это сам узел. Пишем название помещения в графе наименование помещения. Далее приступаем к замеру проема. Данные фиксируем в строке размер проема на день замера в миллиметрах. Замеряем ширину проема в трех местах и фиксируем наименьшее значение. Замеряем высоту в двух местах. В проемах, где планируется установить одну дверь. И в трех местах, где планируется установка двух и более дверей. Фиксируется наименьшее значение. Замеряем глубину проема в трех местах каждой из стен. Три слева, три справа и три сверху. Внимание, в данном случае фиксируется наибольшее значение, в отличие от размеров ширины и высоты. Если стены не имеют чистовой отделки, необходимо скорректировать размер глубины проема. В нашем случае глубина проема 120 миллиметров. И мы знаем, что со стороны санузла у нас будет плитка, которая вместе с клеем увеличит глубину проема еще на 15 миллиметров. Тогда к зафиксированному значению через знак плюс добавляем эти 15 миллиметров. В таком случае менеджер салона будет понятен размер на момент замера и тот, который планируется после завершения отделочных работ. Если у нас на день замера черновое напольное покрытие, и мы знаем, насколько поднимется уровень пола, фиксируем это значение в строке черновое напольное покрытие за знака плюс, например, плюс 15. Если у нас чистовое напольное покрытие, данная строка игнорируется. Далее переходим к строке наличник, коррекция. Мы рекомендуем использовать два комплекта наличников, по одному комплекту с каждой стороны проема. Более подробную информацию о количестве наличников уточняйте у менеджера. Далее переходим к строке «Система запирания» и рядом с одним из четырех вариантов ставим знак плюс. Рассмотрим варианты запирания подробнее. Вариант без. Это вариант для дверей, которые не требуется закрывать. Такие как в кухню, зал и прочие комнаты общего пользования. Вариант ключ-ключ. Это вариант, когда нужно пользоваться ключом для того, чтобы войти в помещение и выйти. Вариант ключ-завертка. Это вариант, когда нужно пользоваться ключом для того, чтобы войти в помещение и заверткой, чтобы выйти. Обычно этот вариант используется для кабинетов. Вариант water closet или санузел. В данном случае завертка в том помещении, где закрываются, в частности в санузле. Но в отличие от варианта ключ-завертка, снаружи в это помещение при желании можно попасть. Это удобно в том, случае, если случайно закроется ребенок или человеку в помещении станет плохо. Далее, если необходим деревянный порог, в строке порог ставим знак плюс, в других случаях эта строка игнорируется. Если в районе проема имеется перепад или стык напольных покрытий, а также на расстоянии менее 15 сантиметров краю проема находятся объекты, такие как выключатели, розетки, раковины, мебель, другая стена. Снимите небольшое видео об этих особенностях с комментариями. Таким же образом заполняем данные по остальным проемам. Далее сфотографируйте бланки. В чате на официальном сайте компании Волховец уточните, каким образом лучше передать информацию. Если у вас остались вопросы, задавайте их в чате на официальном сайте компании Волховец.